Когда-то Анна и Антон Кононовы пришли в компанию в поисках дополнительного дохода. И в итоге они стали первыми в компании, кто начал профессионально работать в интернете. А сейчас эта семейная пара находится в самом высоком звании – партнер «Фаберлик». За ними огромная международная команда лидеров. В их структуре более 350 директоров. Итак, подборные аплодисменты на сцену уходит Анна Костова, партнера компании «Фаберлик» из Великого Региона. Приветствуем тебя! Итак, сегодня мы с вами поговорим об очень важной теме. Это самое главное, когда вы растете в любое время. О чем я сейчас говорю? По итогам каталога, который только что закончился, у нас открылось 29 веточек. То есть мы уже открываем 30 веточку. А партнер, как вы знаете, всего лишь 24 веточки. И вот когда вы настроены на рост, вы никогда не упадете. Вы всегда будете мотивировать свою структуру и команду. У вас всегда все будет хорошо, потому что вы будете заряжены энергией роста. И это самое главное. Итак, что же я делаю с людьми на всех этапах регистрации? Сегодня с вами об этом поговорим. Я сейчас рекрутирую полностью на бренде. Мы запускаем таргетированную рекламу ВКонтакте, пишем посты, снимаем сторисы. Все, что вижу, я пою. И получается так, что люди просятся ко мне сами. То есть это очень качественные регистрации, когда человек осознанно, посмотрев меня, познакомившись со мною, пришел в мою структуру и команду и уже хочет расти, работать, делать заказы и приводить людей. Конечно, в первую очередь нужно обязательно соблюдать кодекс, чтобы у вас все было хорошо и в порядке. И во-вторых, важно, вот вдумайтесь только в это, обязательно, часто, практически каждую неделю, если вы работаете через рекламу, говорить, что это белый, надежный, официальный доход. Об этом очень мало людей разговаривает и вообще на просторах интернета. И когда они начинают это говорить, к ним намного больше людей приходят в структуру и команду. Итак, когда к нам приходят покупатели, у нас создан на проекте чат для покупателей, и мы все туда добавляем. Также у нас есть авторассылочка, она называется даже mail.ru, и через нее мы отрабатываем всех людей по распечатке. В принципе, все. Когда к нам приходят продавцы, у нас создано обучение, готовое уже для продавцов. И мы им это обучение открываем, и они его смотрят, и все в порядке, они его изучают. А вот бизнес-партнеры, конечно, к нам приходят чаще всех. И это именно та целевая аудитория, с которой нужно делать команду, работать. Итак, если вы хотите, вы можете с ним созвониться или записать готовый ролик, чтобы они вас услышали. Они с вами познакомились, и вы бы их повели, ну, как будто бы за собой, да, согласны? Вот я, например, когда провела какую-либо планерочку, я ее всегда веду в прямом эфире, в ВКонтакте, на Ютубе и так далее. И люди таким образом заходят, смотрят и видят, что я живая, я настоящая, я проявляюсь каждый день. Каждый день. Даже сегодня, в такой момент, и вчера, у нас было очень много личных встреч, мы ездили на репетицию, да. Я думаю, все вы видели в сторисе, я все равно их снимаю и выкладываю. И это важно. Важно свою жизнь дублировать как сериал, ну, и в Инстаграм, и во все другие сети, но до того уровня, до которого вы готовы. Нельзя постить то, что вам не хочется открывать своей аудиторией. Это важно. Иначе, как сказал Андрей, может быть выгоранием. Итак, как же мы строим структуру? Мне задают очень много вопросов по поводу построения структуры команды. И я могу вам сказать, что я строю структуры веточками. Но строю их я только для себя. Не кому-то помогая, не для кого-то. Вот. А потом уже, понимаете, люди в интернете приходят, они приходят очень холодные. Они не очень хорошо доверяют. И в итоге, когда вы им доказываете то, что тут все серьезно, и мы с них особо ничего не требуем, а уже им начинаем помогать, они включаются намного активнее. И поэтому, пока мы строим, пока мы ведем, они обучаются, включаются в процесс. Мы их поздравляем, там, 3-6%, например. Это прибавляет им уверенности, и они уже включаются в работу намного серьезнее. Итак, следующее. Все вы знаете, что у меня структура около 200 тысяч человек. Конечно, есть лидеры, да, вот Андрей Звенков выходил, да, с Валей. Они уже самостоятельные. Таких веточек, конечно, у меня больше всех. Но есть и такие, с которыми нужно работать. Такие, какие еще, если их оставить, то они начнут падать. То есть еще, ну, грубо говоря, они дозрели, что ли, да, вот еще не так в себе уверены, мало на вебинары походили, быстро выросли, да, вот есть такой момент. И, конечно, я не только подниму и продолжаю строить структуру, я еще и занимаюсь такой функцией, как масштабирование. Потому что если я буду с каждым человеком индивидуально работать, я выгорю. Я не смогу, их слишком много, а я одна. И я начала создавать ряд видеороликов, например, подарок в акции новичка, как его добавить в корзину, как создать страничку вконтакте, да, как поставить в атаку вконтакте и так далее. И я начала проводить вебинары на всех. То есть не индивидуально, скажем, созваниваюсь, да, а, например, пришел ко мне сегодня 17 человек. Я им говорю, через два дня будет вебинар, вы ко мне придете, посмотрите пока этот ролик. И они из-за того, что уже со мной заочно знакомы, из-за бренда, да, они уже серьезно настроены, они могут ждать и два, и три дня. И потом я эти 100 людям в своем месте проведу, и заодно разошли по всем чатам, что девочки, если к вам пришли в структуру команды новички, приглашаю вас за однанки на мой вебинар. То есть если в моей структуре и команде есть люди, которые не умеют проводить вебинары, это не значит, что они не талантливые. Это значит, что мне не жалко, если их команда побудет на моем вебинаре и получит информацию. Вроде бы, с одной стороны, я и в банду из-за них работаю, но с другой стороны, они в чем-то другом талантливые, и получается взаимообмен. Допустим, они делают картинки, они модерируют чаты и так далее, и вместе получается идеальный тандем. И получается еще и постепенно, по чуть-чуть делегирование. Вот это вот, знаете, самый главный момент делегирования – это выявить талант человека. Если мы его не выявим и просто возьмем и скажем, а мы и делегируем вебинары, ты уже вырос, да, он может не начать расти, потому что для него это слишком сложно, для него это слишком тяжело. Но он может заниматься чем-то другим. Поэтому у меня есть чат топ-лидеров, чат-директоров, и каждый директор и каждый лидер делится своими знаниями. Кто-то классно снимает видео, кто-то классно провел вебинар, а мы все это… Ну, кто-то классно делал картинки, там, пацаны, очка, например, какие-то временные акции, да, там, покрашенный желтый цвет в распечатке, пацаны, возвращение в бизнес и так далее, да. И мы эти все знания и умения объединяем. И получается масштабирование плюс делегирование равно все круто и классно, и никто не устал. Понимаете? Это очень важно. Я встречаю команды и структуры, где лидеры просто выгорели, где рубиновые директора или бриллианты до сих пор вбивают заказы за своих консультантов. И понятно, что они не могут заняться чем-то другим, они не могут заняться сопровождением структуры, команды, у них не получается. Понимаете? А когда вы говорите, что вот тебе видеоролик, как сделать и оплатить заказ, я вот не знаю, я лучше сделаю акцент на поисках бизнес-партнеров, чем я буду по два часа в день там с десятью консультантами делать десять заказов. Понимаете? То есть приоритетность, она очень важна. Кем вы хотите быть? Что вы хотите? Я вас приглашаю как минимум в статус элиты. Знаете почему? Да потому что элиту компания Фаберлик ужасно любит. Это такое классное чувство. У нас отдельный вход. Вот даже сегодня, да, мы зашли, у нас там столики, у нас там кофе, чай бесплатный, у нас там и выпечка, и пироженки. И мы сидели и болтали. Понимаете, как это шикарно? Всего девяти людям помочь стать успешными. Всего девяти. Ну это легко найти. Я считаю так. Так, завтра мы открыли Рубина, а национального мы открыли за два года. Да, то есть элитные такие дела. Я думаю, это не тяжело, поэтому включайте активно. Сделайте статус элита, а потом отдохнете. Ну и, конечно, рост без падения с уровня, это общая работа со структурой и командой. Если вам пришел человек в структуру, он уже вас знает по сторисам, да, получается, по активности в вашей ленте, то с ним легко и просто. Он ходит на вебинары, он включается, он растет, он открывает директорские статусы и в итоге включаются в делегирование, масштабирование с моей стороны, да, тоже начинают проводить вебинары, то есть еще и дублицируют меня, да, в итоге. И такие люди не только самостоятельные, они не только вносят пользу проекту и начинают ему помогать, но они еще и участвуют во всех движах, проектах. Ну, команды я имею в виду, да. Что такое движ? Например, какой-то марафон, какое-то обучение, какой-то конкурс. Давайте остановимся именно на марафонах. Например, вот скоро у нас стартует марафон по управлению весом. Мы наняли очень крутых спикеров. Тима Плиева, по-моему, да? Тима Плиева, там психологи, диетологи, на наших каптейлях военности и так далее, да? Один создал лейтинг, а вторая его наполнила, сказала, как создать, третий сделал картинки. А четвертая уговорила директору в чате участвовать и так далее, и так далее. Понимаете, получается работа одной дружной команды, а товарооборот – всем. И опять, никто не устал. Каждый по чуть-чуть, и никто не устал. Вот она работа дружной команды. Поэтому объединяйтесь и цените соседние ветки друг друга. Это очень важно. Вот у меня директора, они вроде бы как друг другу не тот, но они столько лет в одном чате, что они просто вместе всегда. Это классно, они друг другу помогают. Я с утра захожу, а там уже 15-20 решенных вопросов от директоров из разных структур. Вот очень здорово. В некоторых структурах есть, знаете, такое соревнование, что ли, друг между другом, да? То есть какой-то вот некрасиво друг про друга говорят и так далее. У нас такого, да, в структуре, коммунных нет. Все друг друга поддерживают. И до такой степени, понимаете, вот вчера, сегодня девчонки встречались живую. Некоторые видят друг друга впервые, и они кричат и обнимаются. Это шикарно. Да? Бизнес на расстоянии. Ну и, конечно, еще не все. Да, поэтому, чтобы не падать с уровня, мы с вами объединяемся, проводим марафоны о товарооборот всем. Также марафон по ВКонтакту мы вот сейчас организовываем. Кто-то будет модерировать, кто-то будет рассказывать, как создать страничку ВКонтакте, да? Кто-то будет рассказывать, как он рекрутирует каждый свой способ рекрутирования, расскажет, что в итоге получается. Опять-таки, 10 директоров, например, объединились, пришли еще 10 директоров в модераторы, то есть 10 спикеров, 10 модераторов, и все, все пошло, поехало. А потом это обучение мы помещаем на сайт. Круто? Классно. Да, и получается, структура знает, что кушать, и структура знает, как рекрутировать. И никто с моей структурой, никто с моей командой не обделен знаниями, если он, ну, сам нелемивый. Потому что мы всегда делаем рассылку на почту, что начинается марафон, всегда делаем автообзон через звонобота, который я вам рассказывала уже, да? И, конечно же, через рассылку в WhatsApp. То есть вот моя структура, я у девушек сразу скажу, вы точно всех оповестили, вы же понимаете, что вот сейчас, вот через 2-3 дня, через неделю будет поздно. Вы не решайте ни за кого. Вы им объясните, вы им донесите, вы за них не решайте, пусть они сами решают. Потому что очень много говорят, ой, мой, не будет. А на самом деле, когда ему предлагаешь, он, оказывается, очень даже этого ждал, включается и начинает расти. Потому что, когда вам кажется, что вы только сами, одни можете сопровождать свою структуру и команду, иногда одно слово со стороны другого лидера абсолютно меняет мышление. И люди начинают работать, понимаете? У меня так очень часто бывало. Меня не слушают. А вот, например, Марьян Умарова послушает. Понимаете? Вот то же самое. Меня мой наставник не смотивировал, а Марьян Умарова в 2015 году, получая человек 500 тысяч рублей, меня аж прямо до дружи смотивировало. Я не могла, я тоже так хотела. Понимаете? И это все просто, понимаете, она работала, росла, развивалась, и я поняла, что я тоже так хочу. А чем я хуже? А чем хуже кто-то из вас? Ничем. Вы такие же. Далее, значит, накопительный эффект. Он во всем, ребята, но он только для терпеливых. Это последняя тема. Важно понимать, накопительный эффект в бренде. То есть вы постите, на вас люди подписываются, к вам люди приходят, не приходят, кто-то пишет плохое, кто-то хорошее, потом меняет свое мнение, да? И это называется взаимодействие с аудиторией. Так вот, к нам приходят люди сейчас, берут быстрые старты по рубину, которые следили за нами 3 года. Представляете? 3 года. Это, да, кто-то 2 недели за мной следит, кто-то 1 день. Но это накопительный эффект именно в бренде. Он крутой. Если вы начали вести, то вы обязательно должны дальше его продолжать. Потому что те, кто на вас уже, грубо говоря, подписался и захотел вас смотреть, он может остаться ни с чем. Так ведь? Накопительный эффект в работе с командой. Вот лично моя статистика, мы работаем только онлайн. Каждый третий делает заказ, каждый десятый начинает работать. Примерно каждый 70-й сотый выходит на статус директора. И вот что бы я ни делала, почему бы статистика такая? Хотя я в каждого одинаково никого не бью, вкладываю качественную информацию. Понимаете? Вот так тоже бывает. И потом люди видят, вы приходите, вы приходите и распечатываете распечатку, да, по своей личной группе. А кто-то начал работать, да, а вы уже и забыли, кто это такой. У меня даже такое бывает. Или, например, один человек пришел, привел троих, бросил бизнес, и кто-то из этих троих начал работать. Это тоже накопительный эффект. Согласны? И когда-то в структуру и команду я приводила по три человека в день на бизнес, а сейчас у нас по итогам прошлого каталога 13 тысяч людей в команде. Ну вот, понимаете, да, в геометрической нагрессии все растет. Потому что я уже не одна рекрутила. Когда к вам приходят два-три человека, вы уже чувствуете, что ваша структура в два-три раза стала быстрее расти. Вот самое главное пережить вот это вот сложное, трудное начало, когда вы одни, ростеньки не поддерживают. А потом попадут, и в вами начинают все восхищаться. И к вам начинают приходить классные люди в структуру и команду. Это шикарно. Ну что ж, я все. С днем рождения, Сона Победы!